Что мы сделаем? Я сейчас закончу эту часть урока, и потом перейдем к вопросам. Мы говорим о структуре церкви, структуре общины. И также мы изучаем различные отрывки Писания из Обновленного Завета. Апостол Павел предупреждал ефесян, чтобы они были на страже, и там тоже существовали лжи учителя. Деяния 20, 13, 32. Мы не будем весь отрывок читать, потому что он очень длинный. Но он, Пол, Пол из Колленда. И Павел призывает их, чтобы встретиться вместе с ними. Поэтому чаще всего, как называют лидеров в Новом Завете, как присвятера или старейшины. И он говорит им, что Дух Святой сделал их этими надсмотрщиками. Этими надсмотрщиками. А, блестителями. Он называет их блестителями. Дух Святой поставил вас блестителями. Спасти Господнюю мессианскую общину. Которую Он приобрел себе кровью Своей. Поэтому даются указания. Также мы будем говорить о различных проблемах, как к ним справляться, которые возникают в общине. Здесь Он напоминает им, будьте блестителями, будьте пастырями. И такую терминологию Он использует для тех людей, которые должны занимать лидерскую позицию в общине. Также в 1 Петра 5 главе Петер использует такие же термины в отношении лидеров. В 1 Петра 5, 1-4 1 Петра 5 глава Пастырей ваших умоляю, ясо пастырь и свидетель страданий Христовых. И соучастник в славе, которая должна открыться. Спасите Божие стадо, которое у вас, надзирая над ним непринужденно, но охотно и боговодно, не для глупостной корости, но из усердия. Поэтому мы видим, что здесь даны некоторые указания, что они должны заботиться о стаде, смотреть за ним, не по принуждению. Не просто из-за чувства долга, но охотно. И если вы хотите быть лидером, то вы также должны понимать, что вы абсолютно довольны всем. Не должно быть такого чувства, что что-то вас толкает, подталкивает или что-то вам препятствует. Но то, что вы можете с радостью исполнять. Один из ключевых моментов, как узнать, делают ли то, что Бог хочет от меня, это то, что Он дает вам радость. И вы не всегда будете жаловаться и роптать. Это плохой знак вообще. И это не согласовывается с тем, что Бог хочет, чтобы вы делали. И они должны это делать охотно. Также не за желание получить деньги. И я бы сказал, хотите много денег, не идите в церковное лидерство. Я стану. И была одна группа лидеров, пресвятеров, которые молились о своем пасторе. Они молились о своем пасторе. Они молились Господь, пусть он будет смирен. Ты наблюдаешь за тем, чтобы он был смиренным, а мы будем наблюдать за тем, чтобы он был бедным. Я не уверен, правильно ли у них было отношение к сердцу. Но иногда так бывает. И это, возможно, не то место, где вы заработаете много денег. Он говорит, сделайте это охотно, с энтузиазмом. Не как господа, которые пытаются доминировать над стадом. А также те, которые станут примером для своего стада. И дальше мы также будем это изучать. Что у нас должен быть энтузиазм. Также мы не должны это делать господство над другими. Но также в это время мы должны подавать пример. И потом он продолжает говорить, когда явится пасторе-начальник Ишуа, вы получите внец славы. В первом стихе «пастор», а в других переводах сказано как «блюститель». А некоторые переводят этот стих, используют слово «епископ» или «управитель». Не думаю, что это очень хороший перевод. Потому что за теми словами идет не то понимание, вообще не то значение неправильно. И слово, которое здесь используется, это то, кем вы должны быть, ваша, можно сказать, должностная инструкция. Это не титул, это не ваше название. Но больше это описание того, что вы должны делать, как вы должны делать. Как вы должны это делать, функционировать. Лично для меня, что я думаю, нужно отойти от титулов различных. Возможно, кто-то не согласится со мной. И больше нам приблизиться к тому, что это вообще в практике значит, если занимаешь ту должность или эту. В отношении церковного лидерства. Также некоторые говорят, что тут используют… В английском языке в этом отрывке используется пастух, в оригинале должно использоваться пастырь. Но я говорю, у нас так используется пастырь. Извините, я не согласен с переводом как пастырь этого слова, этих стихов. Потому что, с одной стороны, можно сказать, мы вообще утеряли смысл, понимание, что значит пастырь, слово пастырь. Но если взять слово пастух, то здесь все очень ясно. Люди понимают, что вообще пастух должен делать. Такая же проблема у меня была и в Румынии. Я работал там с переводчиком. И поскольку слово пастырь, его можно очень легко услышать, можно очень легко определить на других языках. Я всегда говорил о пастухе, а он переводил это как пастырь. И я знаю, что это ощущение этого слова, оно неправильное. Ощущение и понимание слова пастырь, если бы я его использовал, то оно не донесет то, что я хочу вообще сказать. Я попросил его не использовать слово пастырь, а использовать слово пастух. Он посмотрел на меня очень озабоченным лицом. Я спрашиваю его, в чем проблема? Да, у нас другое слово, но на нашем языке это не очень хорошо. В принципе, это плохое слово. Если взять Румынию, то пастухи, которые там заботятся об овцах, это низший класс вообще населения, на них смотрят свысока. Их считают грязные, вонючие. Ну, это правда в каком-то смысле. Я встречался с некоторыми из этих пастухов. И обычно они носят какую-то накидку из овечьей шкуры. Также они не спят на улице. И эту штуку никогда не моют, не стирают. Может быть, сами они тоже никогда не моются. Поэтому, когда вы подходите близко к ним, сразу в этот насыщенный запах овец. Чувствуете? Аромат. Но. Я сказал, ну ладно, хорошо. Ничего страшного, я использую это слово. И с большими трудностями он использовал это слово. И реакция в церкви была именно такая, какую я хотел. Ешуа стал нашим пастухом. Он пожелал сойти в самое низшее место. И быть в том меньшем месте. Ради нас и найти нас. И он желает проводить ночи свои за пределами дома, ночь на улице, чтобы заботиться о нас. Чтобы заботиться о нас и смотреть за нами. Немного позже я развиваю эту тему пастушества. Просто это небольшой вкус того, что вы узнаете. И поймете, что означает быть пастухом, пасти стадо Бога. Я нарисую, представлю вам очень трудную картину вообще. Я разочарую вас. Так как вам нужно понять, что вообще значит на самом деле быть слугой, быть пастухом. Слово означает заботиться, смотреть, кормить, питать, защищать, заботиться о стаде Божьем, о Его народе. Этот термин, это слово не титул. Это описание служения. Пресвятеры должны быть уважаемыми людьми, способными учить и распознавать лжеучения. Пресвятеры могут проповедовать, могут не проповедовать. Либо какие-то другие функции могут нести. И позже мы рассмотрим различные функции пресвятеров. 1 Тимофея, 5 глава, 17-18. Те лидеры, которые хорошо ведут, хорошо пасут, они должны быть почтены вдвойне. Особенно те, которые доносят слово и учат. Как Танах говорит. Не закрывайте рта в валу молотящему. Или же работающий достоин своей оплаты. Поэтому снова эта история с теми представителями, которые молились. Бог, пускай он будет смиренный, а мы позаботимся о его бедности. Это не библейский. Но так же и это не всегда происходит. Так же могу из своего опыта это сказать. Их нужно уважать, но не бояться страхи. И вообще термин такой, как главный пастор, вы не найдете в обновленном завете. Если найдете, то мне скажете. Хорошо? И на этом моменте я остановлюсь. И дам вам возможность. Спасибо. 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 Спасибо.